Библейский портал экзегет.ру представляет Мы вас приветствуем, дорогие братья и сестры, вместе с библейским порталом экзегет, где, собственно, мы рассматриваем тексты Священного Писания. И вот у нас сегодня мы продолжаем рассматривать первое соборное послание апостола Петра, третья глава. На самом деле деление на главы – это очень позднее деление, если я не ошибаюсь, 11-й, 12-й или, может быть, даже 14-й век по Рождестве Христовым. А изначально это просто был такой вот текст, письмо по учению, которое апостол Петр адресует малазийским христианским общинам. И поэтому немножко такое условное деление на главы. Вот если до этого он о чем говорил? О том, что все мы должны быть покорны властям, правителям, царям, а слуги должны повиноваться господам своим. То есть, хочешь или не хочешь, ты всегда будешь перед кем-то в подчиненном положении, чьим-то должником. Да, собственно, и правитель на самом деле – он должник народа. Он не себе служит, он служит народу и заботится, ну, призван, в идеале заботится о благе народа. А что же в самом таком вот привычном для нас социальном положении? И апостол Петр пишет, «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». То есть, прежде всего, апостол Петр напоминает, ну, фактически заповедь, которую еще Господь дал Адаму и Еве. И, да, помните, что Ева была дана как помощница Адама, а после того, как вместо помощницы она стала соблазнительницей, то вообще он ее подчиняет мужу, чтобы она уже дальше через такое повиновение, так сказать, вот, ну, исправляла свой нрав, что ли. И хотим мы или нет, но этот порядок, он является вот уже богоустановленным, и напрасно его ломать. То есть, даже когда женщина пытается доказать свою правоту и пытается, так сказать, вот, стать на первое место, даже если она права, все равно происходит некое вот нарушение порядка, и семья не может достичь гармонии, потому что жена все-таки, хочешь или не хочешь, ну, не может быть вот той главой семьи, каким призван быть муж. Понятно, что ситуации бывают совершенно критические, совершенно страшные, и тут, как говорится, Господь и самой жене поможет, если нет мужа. Но в целом, в идеале, мы должны стремиться именно к тому, о чем говорит апостол Петр, что вот, жены, повинуйте своим мужьям. И еще он объясняет, ведь мужья-то, они бывают очень разные, и речь тут идет о тех мужьях, которые не принимали христианского благовестия. Вот интересно, да, что первый век, и действительно, то есть, прежде всего, он обращается к женам, часто действительно, женщины вначале обращаются, у них идет отклик эмоционально-сердечный, и вот сердце откликнулось на божий призыв, и они, не думая, уже последовали. А мужчина, он часто, вот, придерживает эмоции, и он вначале размышляет, обдумывает, и откладывает какое-то решение, поэтому действительно бывает так, что мужчина, он не сразу и не быстро, не так быстро, как женщина, обращается, но зато, когда он обращается, то в этом есть больше устойчивости. Само его обращение, оно не подвержено каким-то внешним эмоциям, и именно поэтому именно из мужчин и выбираются священнослужители. То есть, те, кто должны быть пастырьми, не должны быть подвержены каким-то легким таким вот эмоциональным перепадам, перепадам настроения, и которые, вот как и в семье он должен быть глава, да, и на приходе он тоже должен быть глава, священнослужитель. Но вот повторим, что, а если муж неверующий, если он ведет себя, не пойми как, то что быть, читать ему мораль, отчитывать его, да? Нет, если ты так будешь поступать, то все повалится. Чем больше ты отчитываешь своего мужа, чем больше ты ему выговариваешь, тем меньше он тебя прислушивается, то есть, он начинает привыкать, что голос жены – это вот, ну, вот просто как какой-то там шум морских волн, вот где-то там этот прибой бьется, да, и смысла нет его слушать, потому что она все время только отчитывает, отчитывает, ругается, все ей не так, и, соответственно, можно ее и не слушать вообще. И вот поэтому апостол Петр, он и говорит, что вы не так действуете, вы действуете своим образом жизни. Во-первых, показываете полное расположение и повиновение мужу именно как мужу. То есть, в семейных делах не спорьте, нисколько не возмущайтесь, а вот выполняйте то, что вы должны выполнять, и чтобы те из них, вот мужья, которые не покоряются слову, то есть, слова они не слушают, евангельского слова, да и вашего женского слова не слушают, чтобы они житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. И вот тут, конечно, вспоминается пример святой Моники, это мама блаженного Августина, удивительно, конечно, была такая христианка, что она и в конце концов и мужа своего обратила ко Христу, и потом и сына тоже привела, и сын стал величайшим таким святым в истории христианства, одним из самых величайших. И что интересно, что когда вот ее выдали замуж, родители, конечно же, определяли выбор, то муж ее такой был, ну, отчасти там высокопоставленный, это вообще север Африки, ну, не совсем там африканца, а с муглой кожей, не чернокожей, хотя суть не в этом, конечно, но суть в том, что муж ее был язычник, патриций, и так-то он был человеком вроде бы добрым, но доброту свою зачастую скрывал слишком, так сказать, вот глубоко, где-то это в глубине души его, а в жизни семейной он оказывался вспыльчивым, очень быстро, остро реагировал на что-то, и как вела себя святая Моника. Вот она никакого упрека ему не бросала, наоборот, она всячески старалась поддерживать его покой, он занимал какую-то вот должность в городе, в городе Тагастии, она специально устроила в доме такие вот внутренние покои, куда он приходил и мог бы отдохнуть. И если он вдруг начинал на что-то остро реагировать, кричал, ругался, вспыхивал, то она совершенно спокойно, молча себя вела, в ответ ни слова, только молилась к Господу. А потом, когда он успокаивался, приходил в себя, то она могла спокойно ему объяснить, ему подсказать, как лучше было поступать в этой ситуации. И он сам, так сказать, на трезвую голову, спокойным своим уже умом, он приходил к выводу, что действительно вот лучше было поступить в такой ситуации так. И неслыханное дело, что за всю жизнь, когда они, он ее, он будучи очень вспыльчивым, раздраженным, будучи язычником, он ее ни разу не ударил. И удивлялись этому другие ее подружки, подруги, которые тоже, у которых были мужья, они удивлялись, спрашивали, как это так. Она им говорила, что вы сами виноваты, что вы водите из себя своих мужей, что, наоборот, потворствуете их страстям. А нужно, прежде всего, вести себя кротко, тихо, с любовью, не отвечать раздражением на раздражение и молиться. И в конечном итоге вот такое поведение святой Моники произвело чудо, что Патриция вот этот, он и блудить перестал. Да, вот был и такой грех, он изменял своей супруге, но потом, в конце концов, он был настолько поражен характером и высотой жизни своей супруги, что принимает крещение, расстается с блудом и жизнь свою заканчивает христианином. Причем получилось так, что вот как только она вымолила его, он принимает крещение, исповедуется, кается, он причащает святых христовых тайн, и после этого он живет уже недолго. Да, он стал христианином, но посылает ему болезнь, и он восхищается, так сказать, из нашей земной жизни, но Господь как бы ждал, пока вот его супруга сделает его христианином. То есть вот это подлинное поведение жены христианки – не пилить мужа, не отчитывать его, а действовать кротко, тихо, молчаливо, с молитвой, и когда муж уже успокаивается, то в спокойном состоянии что-то ему подсказывает. Апостол Петр дальше продолжает, это все тоже относится к женщинам, «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом, так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуя своим мужьям». Вот мы привели пример святой Моники, она не единственная, были и другие святые жены, которые уповали на Бога, украшали себя чем? Женщина не может себя не украшать, вот так святой Феофан Затворник говорил, она не может себя не украшать, но весь вопрос, чем себя украшать. Понятно, что какие-то драгоценности, все это очень привлекает взор женский, но представьте себе, что какая-нибудь женщина, она даже внешне вроде бы красивая, на ней там и ожерелье, и драгоценные кольца, и серьги, и одежда ее такая блестная, а познакомишь с ней и характер настолько страшный, что просто вот жуть какая-то. Вот как с ней вместе жить, как с ней устраивать свою совместную судьбу, то есть внутренний характер, который есть у человека, его нрав, его душа, состояние души, это люди на самом деле на это и будут, и обращают внимание, а не на драгоценности. Ну что толку, что вот украсила на себе? Это где-то у премудрого Соломона есть такие слова, что там такой образ, что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Вот представьте, насколько нелепо смотрится, если свинья, и у нее золотое кольцо в носу. Вот то же самое, если женщина, она вроде бы красивая, у нее красота, и одежды там всякие разукрашенные, драгоценности, но при этом настолько вот склочный нрав, настолько скверный, что ну просто одно с другим никак не совместит, ну как нелепость какая-то, уже внешняя красота воспринимается. То есть это нечто жуткое, и люди просто будут от такой сторонницы, так она потом становится вот старой девой, потом на все она недовольна, и если даже она выходит замуж, то не может ни с кем устроить свою личную судьбу. Поэтому апостол Петр, он и говорит, что заранее ты, вот обращая внимание, не на внешнее плетение волос, это нужно, но не это главное. И там вот если по-гречески смотреть, там даже более точно вот такой смысл, что да будет украшение ваше не внешнее, а именно что внешнее, тут плетение волос, золотые уборы, нарядность в одежде. Не внешнее, но что? Внутреннее, то есть сокровенное сердце человека. А в чем выражается он? В нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. То есть внутренняя тишина, негневливость, совершенно беззлобие, когда тебе вот вроде бы муж что-то сказал вспыльчиво, а ты все равно на него ласково с любовью смотришь, потому что любовь, она все покрывает. Вот это и есть внутренняя красота, которая выше внешнего вот этого украшения. Поэтому Петр говорит про это. Сокровенное сердце человека, это, конечно, к каждому относится. Вот есть у нас нечто сокровенное, внутренний наш мир, в котором мы храним какие-то свои потаенные желания, мечты, мысли. И что получается? Вот что, да, вот есть что-то, что мы вынашиваем в своем сердце. Не всегда хорошее, кстати, но вот Петр как раз и говорит, что вот этот сокровенный сердце человека должен выражаться в нетленной красоте. Нетленный, то есть красота, которая от Бога, ибо нетленен только Бог, только благодать Божия. Поэтому стяжал ты благодать Божию своим внутренним человеком, да, своим внутренним миром. Вот это и есть подлинное украшение. Вот как об этом говорил преподобный Силуан Афонский. Он говорил так, что, а может быть даже какой-то другой святых, но говорил он так, что благодать Божия украшает даже от природы некрасивые лица, тогда как грехи уродуют и милые от природы лица. То есть, если у тебя вроде бы правильные гармоничные черты лица, но страсти все попортят, и сами греховные страсти, и злоба твоя, да, и твоя, так сказать, ревнивость или завистливость, это все будет выражаться в такой мимике, что лицо просто будет обезображено. А вот когда человек обретает Божию благодать, то она его внутренний мир прежде всего украшает, приводит к гармонии все его внутренние чувства, и это вне тоже выражается, через его глаза, через его умиротворенное лицо, которое сияет уже добротой и любовью, как лик, и это располагает других людей тоже к общению с таким человеком. И Петр, он в качестве примера на кого ссылается? «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином». То есть, вот Сара, она всегда следовала за Авраамом. Конечно, не во всем они были совершенны, некоторые иногда бывало недоверие Бога, поэтому появлялись там наложницы, вот Измаил, который от Агария родился, ну и так далее. То есть, некое несовершенство было, но все же Сара, она следовала за Авраамом и повиновалась ему. И, соответственно, если христианки повинуются своим мужьям, даже не важно, вот он стал христианином сейчас или он не христианин, то они оказываются чадами Сары. Вы, дети, ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. То есть, все верующие – это чада Авраама, а верующие христианки – это чада Сары. И если вы делаете добро, говорит, и не смущаетесь ни от какого страха. Обычно, действительно, женщины очень много надумывают себе самых разных страхов. А что будет, если муж потеряет работу? А что будет, если разболеются дети? А что будет, если то, и третье? И потом вот накручиваются, накручиваются такие построения, страшная мнительность, и внутренний мир просто рушится у такой вот женщины. Поэтому нужно, вот если только чувствуете уже смущение и какие-то страхи подходят, это не от Бога, это явно искушение вражья, и мыслями выходите из этого. Господь подаст то, что нужно. Нужно нам жить в благополучии, будем жить в благополучии. А если нам не полезно благополучие, то Господь подаст какие-то испытания, но сам Он будет рядом с нами при этом. И вот это была вера Сары, и вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Но апостол Петр вовсе не останавливается на наставлениях женщинам. То есть, что же, получается, что наседает только женский пол, а как же мужья? Как же лица представителей, так сказать, сильного пола? Он говорит, так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами. Вот представляете, то есть, должно быть благоразумие. Не по своим там прихотям, что я вот как тиран такой, что хочу, то и делаю. Нет. Обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитве. Вы посмотрите, насколько здесь все очень мудро, то есть, благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. Вот, то есть, это некая драгоценность, да, как такой хрустальный сосуд, который надо не уронить и не потерять. Ну, одно дело мужчина, который, образно говоря, он как там какой-нибудь медный таз, да, его там обетонную плиту ударишь и ничего не будет. Другое дело, какой-нибудь хрустальный сосуд, ты немножко там раз вот выронил и все раскалывается. Вот так и бывает, когда по неразумию слишком жестоко мужья обращаются с женами, а то и вообще неразумно, вот он говорит, благоразумно, то есть, не поступайте глупо. А глупо – это когда не ценят то, что дано, уходят к другим, и потом что бывает? Что они и там ничего в новой семье не создали, и где-то там блудят, ходят, не могут приткнуться, и потом обратно тоже уже не могут вернуться, и в итоге остаются ни с чем. И еще что он говорит? То есть, нужна, конечно же, рассудительность, терпение и оказывать им честь. Вот оказывать женам честь – это исключительно, конечно, христианское отношение. Апостол Петр подчеркивает это. А почему честь? Да потому что они сонаследницы благодатной жизни. То есть, не только мужчины призваны быть наследниками Небесного Царства, но и жены их, то есть, вместе вступать в Небесное Царство. Все дети одного отца, все наследники одной и той же вечной участи небесной райской. И раз они сонаследницы, то вот им и честь. И говорит Петр, вот это мало кто обращает внимание на это, дабы не было вам препятствия в молитвах. То есть, в чем препятствие? Вот именно если ты не оказываешь честь своей жене, если ты неблагоразумно поступаешь женой, то это уже служит препятствием тебе в молитве. Ну а как это так? А очень просто. Вот если ты весь из себя гневливо разговариваешь с супругой, выплескиваешь все, ведешь себя как тиран, и потом вот таким тираном становишься на молитву перед цветами иконами, вот сами подумайте, какой дух будет у этого молящегося. То есть, дух тирана, где же здесь смирение пред Господом? И такой человек чужд Бога. Вот понятно, что если ты ведешь себя так вот злостно и бесчестно по отношению к жене, то это препятствует тебе в молитве. Таким образом, мы видим, что Петр, он смиряет не только жен, но смиряет мужей, вот так сказать, вот прошелся по всем нашим страстям, которые обычно у нас в семье, и не нужно выискивать только, ну вот там жены должны повиноваться, нет, и мужья оказывайте им честь. И дальше Петр говорит уже в целом о всех христианах, что должно отличать нас. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно-мудры. То есть, единомыслие, а не разделение. Сострадательность, а не равнодушие. Сострадание, противоположность, равнодушие. Братолюбие, а не отчужденность. То есть, относиться к другому человеку, как к брату. Что мы все, от Адама и Еман, по большому счету, мы все родственники. Вот как ни крути, хоть, конечно, там все воюют, и народы, и малые, и великие, все воюют друг с другом, никак не могут ужиться. Уже Каин и Авель, да, Каин не ужился с Авелем, хотя земли всем хватало. Но это значит, что вот дьявол где-то свою инъекцию сделал человеку. И вот эта инъекция, потому что дьявол, он разделитель, и все, что от него, это разделяет людей. А противоположное этому братолюбие, милосердие также, как противоположность жестокости, дружелюбие, а не враждебность, смиреномудрие, а не гордость. И еще он говорит, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Вот если вы едете где-нибудь на автомобиле, в пробках, и кто-то там злобно что-то через окно кричит в ваш сторону, вы спокойно помолитесь о нем, посмотрите, как он страдает. У него лицо искажено, его там корежит вот эта страсть, эта злоба, то есть он бедный мучается. А вы благословляйте его, то есть вы по-доброму, с любовью отнеситесь и молитесь, чтобы Господь и его исцелил, и спас его тоже душу бедную, то есть благословляйте, ибо вы призваны к тому, чтобы наследовать благословение, благословение небесного царства. И дальше апостол Петр фактически цитирует Псалом 33, «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и устасывай от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их земли». То есть даже вот когда мы просто читаем Священное Писание, оно настолько наполнено вот этими положительными, добрыми словами, именами, понятиями, что это, когда мы читаем, то это входит в нас внутрь и потихонечку преображает нашу душу. «И кто сделает вам зло, — говорит апостол Петр, — если вы будете ревнителями доброго». Ну, формально, конечно, кто-то может что-то там сказать, какое-то нам злое слово, но если мы сами делаем искренне добро, вот если у нас в сердце добро, то к нам не прикоснется зло в смысле греха. Подлинное зло — это грех, это что-то скверное, дурное, именно злобное. Вот самое главное, чтобы мы не наполнялись вот этими злыми мыслями, и тогда никто не причинит нам вреда. Вот как у святого Иоанна Златоуста есть у него такие слова, «Ничто и никто не повредит тому, кто сам себе не вредит». Вот если ты сам себе не вредишь своими злыми мыслями, то никто тебе не повредит. Ну, а как же, могут умертветь, ну и что, все умрут, а душа-то бессмертная, и душа продолжает, а потом Господь и тело воскресит. То есть, как ни крути, выигрывает тот, у кого сердце с добром пребывает, у кого сердце обращено к Богу. «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, ибо вы причастны благу». Блаженство — это гармония с благом, а подлинное благо есть Бог. «О страха их не бойтесь и не смущайтесь». То есть, да, есть искусители, есть злобные люди, как бы выразители вот этой темной стороны, потому что мы знаем, что есть, конечно, духи-искусители, им дано было и в раю искушать человека, и потом. Но вы не бойтесь и не смущайтесь, потому что главное, чтобы сердце ваше было с Богом. И в связи с этим апостол Петр произносит, наверное, самое главное. Такая фраза, может быть, не очень она сразу понятна. «Господа Бога светите в сердцах ваших». Вот что это значит? Как это — светить Господа Бога в сердцах наших? А сердце наше, оно и предназначено для Бога. Вот сердце человеческое — это такая бездонная глубина, что ее ничто не может заполнить. Какими земными благами не пытаясь насытить свой внутренний мир, не найдешь удовлетворения ни пищи, ни питье, ни винопития, никакие покупки, приобретения, никакая слава человеческая, статусы, должности высокие, честь человеческая. Все это временно вызовет какой-то всплеск гормонов, такую чисто телесную радость, а потом все равно внутри чего-то недостает, какая-то пустота. Потому что сердце человеческое, оно может быть наполнено на самом деле только Богом, только Его божественной благодатью. Глубины человеческого сердца таковы, что наполнить их может только божественная неизреченная благодать, потому что Бог неизреченен, бесконечен, Он беспределен, неограничен, и вот только для Него и создано наше сердце. А светить Бога в своем сердце означает, чтобы именно Господь и пребывал, и Бог был главной святыней нашего сердца. Не какие-то там блудные устремления, что человек вот живет и думает, вот как бы мне там с кем-то вступить в какую-то там связь, или что он строит какие-то козни, или просто элементарно он занят каким-то земным человеческим расчетом, думает только о профессиональном росте и весь от этого переживает, мучается. Нет, вот главное, чтобы главной святыней нашего сердца был Господь Бог. И тогда все, вот сердце твое счастливо, и дальше все, пожалуйста, хочешь профессиональный рост, профессиональный рост, хочешь телесного, пожалуйста, вступай в законный брак, и будет тебе телесное. Все, что угодно, но свети Господа Бога в сердце своем. А еще Петр говорит, «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением». Вот сейчас, конечно, может быть не совсем так. Вот я помню в 90-е годы, когда ездишь куда-то в поезде, вот я учился в семинарии, потом в академии, и очень часто люди начинали расспрашивать, а где ты, а в семинарии, а что это, ты веришь в Бога, а почему, а чего. И люди этим очень интересовались. Вот это особенно было в 90-е годы, и приходилось разговаривать, и беседовать на эти темы, и где-то даже, может быть, спорить. А потом немножко как-то все это прекратилось, каждый вот в свой мирок такой погрузился, но все равно и сейчас тоже бывает, что кто-то требует у нас отчета в нашем уповании, наше упование на Бога, на вечную жизнь, и ответ мы должны давать с кротостью и благоговением. То есть не огрызаться такому человеку, не осаживать его, а кротость как такой внутренний мир, без гневия. И благоговение, то есть мы же пред Богом благоговеем, вот с этим чувством и обращаться к человеку. Если, конечно, они спрашивают тоже с соответствующим настроением, потому что иногда бывает спрашивают только для того, чтобы посмеяться, надругаться словесно над нашей верой. И в таком смысле не надо метать бисера перед свиньями. «Имейте добрую совесть», — говорит апостол Петр, «дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Ну, тут, наверное, не совсем понятно, тем, за что засловят вас, то есть как злодеев. Действительно, мы в древней литературе, когда мы читаем о только-только появлении первых христиан, видим, что языческий мир воспринимал враждебно. И как вот описывает историк Тацы, вот это там как раз упоминание про Христа есть, что при Нероне, когда казнили первых христиан, то он описывает, что христиан обвинили в поджоге Рима, хотя на самом деле, в общем-то, похоже, сам Нерон спровоцировал этот поджог, и нужно было ему выстроить новые дворцы. Но обвинили именно христиан, и видно, что вот это языческое общество относилось враждебно, считало христиан какими-то нелюдями, какими-то вот изгоями, врагами, в общем, проще говоря. А почему так? Потому что христиане действительно вели совершенно иную жизнь. То есть у язычника вот какие-то свои праздники, почитание богов, тут же винопитие, тут же они весело насыщают свое чрево, и кто-то с кем-то предается разврату. Ну, если сами боги их блудили, изменяли, начиная уже с Зевса, то как оставалось поступать язычникам? Они видели в своей мифологии образец для своей жизни. И тут вдруг христиане, которые говорят, нет, мы так не будем поступать, они не участвуют в этих общих оргиях, в акханалиях, и получается так, что христиане как бы обособлены. Ага, они не с нами. То есть что же, они по гордости своей превозносятся над нами. Затем доходят какие-то сведения, что они на своих собраниях приобщаются святых тел и крови Христовой. И тут же язычники вот своим скверным восприятием, то есть человек все понимает в меру собственной греховности, они начинают перетолковывать это как каннибализм, людоедство. Христиане называли друг друга братьями и сестрами во Христе, при этом говорили о взаимной любви, да, любви к братьям, к сестрам. И тогда язычники тоже в меру своей греховности начинали обвинять христиан в кровосмесительстве и прочие наговаривали. То есть у христиан-то что? Чистая искренняя жизнь, неучастие в языческих вот этих страстных оргиях, приобщение с святым телом и кровью Христом, любовь друг к другу. И вот получается так, что они, язычники, злословили христиан как злодеев, и вот вы, и главное, говорит Петр, имейте добрую совесть, дабы вот за что вас злословят, они этим же и были постыжены. Да, потому что вот они порицают ваше доброе житие во Христе, ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. И так и было. Христиане страдали именно за добрые свои дела, за чистое искреннее отношение к другим. А Петр при этом добавляет, что в этих страданиях есть нам отрада. В чем именно? Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных. То есть страдание христиан становится как бы соучастием в христовых страданиях. Он ведь не имел никакого греха, он праведник, но пострадал за неправедных. Для чего? Для того, чтобы нас привести к Богу. И после этого апостол Петр пишет такие слова, которые многим, кто не так часто читал Священное Писание, эти слова покажутся трудными, но мы их расшифруем. Вот он, Спаситель, пострадал, за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом. То есть, будучи умершлен по плоти, но будучи жив своей душою, которым, то есть вот это, духом своим, душою, он и находящимся в темнице духом, сойдя проповедовал. Вот здесь речь идет о сошествии Христа во ад после его крестной смерти. То есть, да, Спаситель телом был умершлен, умершлен по плоти, но он оставался жив своей душой. При этом, если вот посмотреть там греческий текст, на самом деле, может быть, там речь идет даже о том, что Святой Дух соприсутствует к Христу, как бы, но будучи оживотворяем духом. И вот вместе со Святым Духом, который не отлучался от души Христовой, он нисходит в темнице преисподней. А кто там? Там все души до этого почивших людей, на небеса никто не попадал. И вот им сойдя, Христос проповедовал, благовествовал, то есть он благовествовал на земле Евангелие, спасение людей. И когда он умершлен плотью на кресте, то душой своей он нисходит во ад. Вот она тайна Великой Субботы, что оттуда он изводит души тех, кто ожидал его. Но здесь еще важное уточнение у апостола Петра. Он говорит в темнице духом, сойдя проповедовал, и дальше он пишет, «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды». Расшифруем этот стих. То есть спаситель благовествует в темницах преисподних вот этим душам, которые некогда были непокорны, жили на земле, когда в одни Ноя. И непокорны чему? Божию долготерпению, которое ожидало их исправления. вспомним, что Ной строил достаточно долго ковчег, и до этого Господь видит, что люди, помышление человеческое было зло во всякое время, там так сказано. Еще в другом месте сказано, что Господь как бы говорит, что не вечно Духу Моему пребывать с этими людьми, потому что они плоть, и сокращают по этому дни человеческой жизни. То есть люди настолько вдопотопного мира, люди развратились, что всецело вот стали как плоть, ничего возвышенного, ничего святого, ничего высокого, только плотские какие-то увлечения. И помышлениях зло от самых детских юных лет. И когда Господь вот ожидал, Он избирает Ноя, и Ной становится в каком-то смысле пророком, потому что Он строил, если не ошибаюсь, 120 лет ковчег. И раз строится ковчег, да, вот такой огромный корабль, то ясно, что это предполагает некий потоп, иначе зачем тогда и строить этот ковчег. Но люди смеялись и возвращали к своим страстям, самым низменным своим влечениям, а поэтому они оказались невосприимчивы к ожидавшему их Божию долготерпению, о котором говорит апостол Петр. И тут вообще уникальная вещь. То есть мы-то ведь воспринимаем допотопный мир, который покрыт вот этими волнами всемирного потопа, что он как совершенно вот Богом отверженный, да, что Господь как бы стирает их с лица земли в негодовании на их грех, а на самом деле Господь посылает это, оказывается, для их спасения. То есть всемирный потоп, он тоже носил такую функцию исправительную, чтобы люди наконец покаялись в том зле, которому посвятили себя. И многие из них, вероятно, в последние вот эти дни своей жизни, потому что не так, чтобы сразу все смыло, наполнялось, и вода подымалась, и они, конечно же, мучились, страдали. Кто-то из них уже тогда начинал каяться, а потом они все погибли, но погибли телесные, находились, конечно же, в аду, но и там души их, вероятно, были в каком-то особом состоянии. И вот Спаситель, когда они сходят в преисподнюю, Он им проповедует спасение для того, чтобы их извести. То есть оказывается, что допотопный мир это тоже Божие чадо, но чадо, погрязшее во грехе. И Господь потоп посылает для их исправления, и потом нисходит за ними его ад, чтобы их вывести тоже к небесным обителям, если, конечно, они хотели его принять. Ну, тут уже тайна человеческой души. Иногда бывает так, что человек не хочет адских мук, но и Бог такому человеку тоже не нужен. Он хотел бы освободиться от адских мук, но к Богу он идти не хочет. А раз ты не хочешь идти к Богу, то вот и оставайся без Бога. А, собственно, муки – это и есть пребывание вне общения с Богом. Ну, очень интересная вещь открывает нам апостол Петр. Упоминается Ной, ковчег и восемь душ, спасшихся от воды. Ну, понятно, Ной и его жена, плюс три сына и их три жены. Таким образом, восемь душ спасаются. Исходя из этого, апостол Петр говорит уже дальше о таинстве крещения. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, то есть подобное чему? А вот этому всемирному потопу, который внешнее зло смывает с лица земли, как бы обновляет землю, грех вот этот в многочисленных своих представителях, царствовавший на земле, он смывается водами потопа, так и крещение по образу всемирного потопа смывает с души человечества множество грехов. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести были, конечно, омовения религиозные в Ветхом Завете, но они только плотской нечистоты омытия. А вот здесь крещение у нас переведено как обещание Богу доброй совести, там греческого глагола эпиротема, соответственно, как бы вопрошение, вопрошение, то есть это и обращение к Богу, и обещание Богу доброй совести, но и вопрошение у Бога доброй совести. И про крещение дальше сказано, что оно спасает воскресением Иисуса Христа. Оказывается, когда крещается человек, священнослужитель, это преемник апостолов, но в принципе и мирянин, как причастник благодати крещения, мирянин, как причастник благодати крещения, в исключительном случае он тоже может крестить. Оказывается, крещение, оно приобщает воскресению Христову, то есть троекратно и во имя Святой Троицы, и в знак трехдневного погребения Христа, когда окунается человек в купель, это символизирует его умирание для греха, а выходит из купели, как бы выныривает из купели во образ воскресения Христова, и сам совоскресается Христом и обновляется, выходит уже без грехов. Итак, крещение спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Речь идет именно о человеческой природе Христа. Как Бог, Он всегда был на небесах, и ангелы всегда были Ему покорны, но как человек, Он восходит на небо и даже на небеса небес, пребывая одесную Бога Отца, и Ему, как человеку именно Христу, покоряются ангелы и власти и силы, то есть все ангельские чины. На этом мы завершаем рассмотрение третьей главы первого соборного послания апостола Петра, и в следующий раз рассмотрим четвертую главу «Храни вас, Боже, дорогие братья и сестры». Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok